Да, я совершал все эти преступления. На этих кадрах реконструкция последнего открытого судебного процесса над нацистами, который прошел в Новгороде в декабре 47-го. Его назовут советским Нюрнбергом. На скамье подсудимых 19 нацистов, которые обвиняют в убийстве более чем 50 тысяч мирных жителей Ленинградской области. Военный трибунал Ленинградского военного округа переходит к судебному следствию. Заседания проходили в зале Новгородской филармонии на протяжении 10 дней. Здесь же спустя 70 лет и поставили театрализованную реконструкцию. Один из авторов идеи – историк Дмитрий Асташкин. На сцене сидели адвокаты, машинистки, секретарь, председательствующие, члены трибунала. И там же выступали свидетели, там же выступали даже немецкие военнопленные, которые тоже были свидетелями. Во время суда в зале 600 зрителей. Война у каждого из них забрала родных и близких. Они ждут справедливого возмездия для тех, кто отдавал приказы пытать и убивать. Все эти суды проводились на территории ранее оккупированных. И все люди попадали под воздействие нацистской пропаганды, которая, естественно, скрывала свои преступления и выпячивала те же самые преступления якобы партизан, советской власти. И кто-то попал под этот яд и впитал его. И, допустим, не верил, что евреев убивали, что убивали просто так нацисты. Им нужно было это доказать. Лидия Алексеевна Обросимова сегодня единственная живая участница того процесса. Сейчас ей 89, она в прекрасной форме, поет в местном ансамбле «Сырковские Мадонны». Конечно, песни о войне. Пушки молчат дальнобойные, запыта ноги слышны. Что ж мы ночами спокойными, сняться тревожные сны. В 41-м, когда Новгород оказался под оккупацией, Лидии Обросимовой было 11 лет. Одно из самых страшных ее воспоминаний – это немецкие самолеты, летающие над головой, которые ей, ребенку, напоминали стаи черных ворон. А самолеты летят так низко. Вот смотришь на них, вот прямо вот, я не очень. Он сидит еще оттуда, улыбается. Немец летит. Ну, самолеты раньше какие были. Прямо оттуда улыбается. И вот уничтожают наших солдатиков, наших мирных населений. Лидия Алексеевна вспоминает, как вместе с мамой и двумя братьями спасались от фашистов. Под обстрелами и налетами в день проходили по 25 километров. Идем по деревне. А нас уже там в деревне уже встречают, уже как-то сообщили. На улице так вышли, так это в Вологодском районе. Люди так вышли вдоль этой самой, стоят. Мы-ка раз проходим. Одна женщина говорит. Вот, Манька, глянь-ка ты, парень-то такой красивый, а босиком. Это уже сентябрь месяц уже холодно. Посмотри, нет ли там у нее там на чердаке от ребят что-то оставшихся. Ну, наутро, значит, уже эта женщина приносит. В освобожденный Новгород Лидия Алексеевна вернулась с семьей в 44-м. На месте города остались руины. Город разбит на основание. Стоят одни искореженные церкви, несколько коровок. Посматривается весь город. Везде руины, везде эти битые кирпичи, везде заросли. Улицы не определить. Травища вот такая. Это вообще город. Я не знаю, как мы его восстановили, этот город. В 15 лет Лидия Бросимова пошла работать. В 17 стала секретарем в областном управлении сельского хозяйства. Была самой молодой, ответственной и бойкой в коллективе. Поэтому начальство и отправило ее на заседание суда над фашистами. Спустя 71 год она снова окажется в том самом зале филармонии. Ну, атмосфера, знаете, какая может быть. Это же была война. И смотреть вот эти ужасы, конечно, всех было мельчинное состояние. Потому что каждый по-своему переживал со своих родственников. Потому что многих родственников даже... Так же вот они были в этом лагере, горки, верстянки там, издевались над ними. За эти долгие 70 с лишним лет, конечно, из памяти стерлось многое. Но Лидия Алексеевна отчетливо помнит цинизм тех, кто сидел на скамье подсудимых. Своих жертв они называли не людьми, а штуками. Столько-то штук было убито, столько-то штук расстреляно. Или прокуроры исследовали. Кто-то выступал и говорил, что я, говорит, мужчина этого не мог выдержать. Как издевались над этим народом. У кого зубы выбиты, у кого, говорит, это самое, подтеки, у кого рёбра перебезы, у кого пальцы, руки сломанные. Историк Дмитрий Осташкин долгие годы изучает тему открытых судов над фашистами. Он поясняет, речь шла о разборе одного из самых страшных эпизодов, который удалось доказать в ходе новгородского процесса. Это массовые расстрелы недалеко от деревни Жестяная горка. В Жестяной горке находился, можно сказать, такой куст разных органов, карательных оккупантов. И они туда свозили людей, подозреваемых в чём-либо. Это могли быть евреи, могли быть цыгане, могли быть священники, могли быть коммунисты. И после недолгих расспросов, допросов, их там же и рядом во враге расстреливали, закапывали. И отчёт профессора Владимирского об этой изгумации, он, конечно, поразил многих. Их практически в упор либо расстреливали, либо били прикладами по голове. И ещё, там меня тоже очень поразило описание пыток, которые он реконструировал именно на основании костей. То есть то, что на костях есть следы от каких-то палашей, от штыков и от других каких-то тоже его предметов, их питали до такой степени, что они были все исколоты, изранены, у них сломаны были конечности. И потом их уже добивали. Жестяную горку историки называют новгородским освенцимом. Враг появился здесь в 41-м. И под видом борьбы с партизанским движением организовал целый лагерь смерти. Устраивал массовые пытки и расстрелы. Здесь были замучены и убиты больше двух тысяч мирных жителей. Карательные отряды в основном состояли из латышей во главе с немецким командованием. Вот какие записи о преступных злодеяниях нацистов сохранились в архивных документах КГБ. После допросов, истязаний и пыток арестованных выводили за деревню Жестяная горка по дороге в направлении деревни Терехани. И примерно в 400 метрах расстреливали. Убивали прикладами и ножами. А трупы сбрасывали в ямы. В деревне Жестяная горка у немцев был, видимо, какой-то карательный орган. Все провинившиеся свозились туда. И там немцы расправлялись с народом. Из деревни Жестяная горка мало кто возвращался. Сегодня на месте массовых расстрелов работает поисковый отряд «Новгородец». Братьям Севастьяновым предстоит уточнить границы захоронений. Надо обследовать 32 гектара. По архивным данным тут захоронены около 2,5-2,6 тысяч мирных жителей. Пользуясь архивными данными и воспоминаниями местных жителей, поисковикам уже удалось выяснить, что именно этот овраг, скорее всего, и был расстрельной ямой. Ну вот, попались расстрельные гильзы. Они есть в метрах в 20 от ямы. Также идут по краю ямы. И в самой яме попадаются гильзы. Гильзы немецкие. Даже наши револьверные наганные. И винтовочные есть. Видно, расстреливали, потом добивали, возможно. О чудовищном масштабе трагедии, произошедшей здесь, свидетельствует то, как быстро поисковикам удается наткнуться на останки мирных жителей. Работаем металлическими глубинными щупами. И на глубине нащупываем провалы. Вот сейчас на ваших глазах мы нашли останки человека. Свой останок большой. Вот они лежат плотно друг к другу. Слышны. Рубина большая за хоронение. Это место знаковое для семьи Ирины Чадина. Ее прадед Иван Иванович Клыгин был расстрелян на жестяной горке. Очевидцы говорили, что после того, как его схватили, он провел несколько дней в этой холодной камере. И когда его везли, вели на расстрел, он был уже седой. То есть я даже не могу представить, что с ним там происходило. Что происходило с простым рабочим мужиком из деревни, который трудился, работал и вдруг попал вот в такую мясорубку. Долгое время об этой странице в истории семьи молчали. Старшим родственникам было слишком трудно вспоминать. Детали случившегося Ирина выяснила, когда снимала сюжет для местного канала и привезла своих бабушек и дедушек на место трагедии. Я понимаю, что вот они втроем стоят, такие уже седые старики. И тогда они были маленькими детьми. Ну и я понимаю, как бабушка Дуня, которую я знала уже старенькой-старенькой женщиной, переживала вот эти вот все эмоции, когда у нее были на руках трое ребятишек. Я понимаю, насколько это было ужасно. И как они все это пережили, и при этом не затаили в сердце, наверное, такую вот ненависть и обиду на немцев. Как выяснится, в расстрельном списке Иван Иванович Клыгин оказался по доносу одного из соседей. Человек, который затаил на Ивана Ивановича обиду страшную, то есть он в свое время не взял его на работу, посчитав его нечестным человеком, а он был заведующим складом, должность ответственная. Тогда это была чуть ли не самая главная должность в деревне, и поэтому, видимо, когда пришли немцы, он решил отомстить, донес на него о том, что Иван Иванович якобы сотрудничает с партизанами. И получилось так, что никто не стал разбираться, его просто забрали и расстреляли. Отчет об эксгумации в жестяной горке в 47-м на заседании суда поразил многих. Он стал ярким доказательством вины нацистов, и конкретно генерала Курта-Герцога, который, по сути, отвечал за эту территорию. Вот главный подсудимый генерал Курта-Герцог, так и не признавший свою вину. Достаточно так нагло держался. Самое удивительное, что он мог по состоянию здоровья не идти на Вторую мировую войну, в поход на Советский Союз, потому что он участвовал еще в Первой мировой войне, воевал тоже с Российской империей. Но он выбрал этот путь добровольно, и, несмотря на свое здоровье, на свою старость, пошел. Но так и не признал вину. Обоснованно тем, что он не знал, не ведал, и это дело снесло санкции, то есть он впервые слышит об этом. Естественно, суд не говорит о том, что он лично пытал, что он лично убивал. Нет, речь об этом не шла. Речь шла о том, что он, как ответственный армейский чиновник, отвечал за конкретную территорию, и все пытки, расстрелы на этой территории, естественно, были либо санкционированы им, либо делались в рамках системы, которую он установил. Для обвиняемых требовали высшие меры наказания. Смертную казнь отменили в мае 47-го. Но зрители все-таки надеялись, что для этих военных преступников сделают исключение. В момент разглашения приговора, как раз-таки все встают, тут конвой, многие зрители по воспоминаниям и по спецсообщениям МГБ реагировали негативно, потому что считали, что высшая мера наказания должна быть все-таки смертной казни, не 25 лет заключения. Кто-то даже высказывал, что я своими руками бы их там задушил. Еще один из осужденных на новгородском процессе – генерал Вернер Финдайзен. Именно он координировал работу карательных батальонов, в том числе и Шелони. В ответ на какие-то действия партизана он приказывал уничтожить жителей деревни, или деревни, то есть, можно сказать, тыкал в карту и говорил, где будет казнь. А исполнителями были и как сами оккупанты, так и каратели из числа предателей Родины. Батальон Шелони – это шесть род, больше тысячи человек-добровольцев и военно-пленных. Таких помощников фашисты называли хиви. Их руками, как правило, делали самую грязную работу. Это люди с минимальным образованием, грубые и жестокие. Война еще усиливает все то, что дремало. То есть, если человек, может быть, завидовал каким-то успешным своим соседям, или думал, почему я не могу этого достичь, он просто получал пулемет и мог свою ненависть выплеснуть через очередь. В декабре 1942-го в Подорском районе партизаны обстреляли немецкий обоз. Генерал Вернер Финдайзен отдает приказ бойцам батальона Шелонь отомстить казнями. Одна из операций карательного батальона Шелонь происходила как раз вот здесь, на реке Полесть. В декабре 1942-го 189 человек из мирного населения каратели пригнали на середину реки. Они стреляли в упор. Казалось, шанса выжить не оставалось ни у кого. И стираю, и в доме убираю, и варю. И все, Господь, здоровья дает. Вот дровишек еще домой принесу. И водички вот этим ведерком наношу, когда нет. 83-летняя Баба Рая всю свою жизнь живет в домике на берегу той самой реки Полесть, которая стала братской могилой для жителей деревень Поченок и Бычково. Эсэсовцы их обвинили в связях с партизанами. Сегодня Баба Рая единственная, кто может рассказать о тех трагичных событиях. В 1942-м ей было 6 лет. Она одна из 18 человек, чудом спасшихся после той кровавой бойни. Нас выгнали всех на улицу. Снега было много, мороз был сильный. И погнали нас в деревню Бычково. А с деревни Бычково тоже народ весь гнали. Пригнали нас на речку. Мы стали все кричать, прошли. Зод сообщил. Потом был еще расстрел 6 человек, партизан. Пока Яковлев собирал досье на предполагаемого карателя, он не раз задавался вопросом, а что же заставило его, попавшего в плен солдата Красной Армии, перейти на сторону врага. Он был из семьи Раскулаченного. В анонимке, которая поступила на вечера и была направлена в Министерство внутренних дел Белогоси, говорилось, что он летом 1943 года приезжал в свою родную деревню, деревню Шуликислудского района, в форме немецкого офицера. То есть он мог бы же приехать, наверное, в гражданской форме, но он приехал туда специально в форме. Значит, это говорило о том, что он сознательно это сделал. И, наверное, он каким-то образом самоутверждался и показывал, что вот чего он дослужился. Он, мне представляется, в какой-то степени был идейным, что ли, так сказать, борцом против коммунизма, против нашей страны. Вскоре Вячеслав Вечер отказывается от своего признания, мол, в Шелоне не служил, а говорил себя под давлением следователей. Прокурор настаивает на поиске дополнительных свидетельских показаний. Спустя 40 лет после совершенного преступления сделать это крайне сложно. Однако Яковлеву все-таки удается найти сослуживца вечера, бойца батальона Шелонь, Марченко. Его тоже вызывают на допрос. Он первый раз отказался, сослался больным. Второй раз отказался, а на третий раз повесился. То есть он сам же на себя наложил руки. Видимо, было что ему, так сказать, скрывать. Видимо, боялся, что его тоже арестуют. И поэтому он повесился. Вынесение обвинительного приговора карателю Вячеславу Вечеру снова оказывается под вопросом. Яковлев находит еще одного свидетеля. Мне удалось найти человека, с которым он в форме немецкого офицера приезжал в деревню Шулики Слуцкого района Минской области в 43-м году. Карателя, его, так сказать, друга, которым они вместе служили. Это брачение Иван Никифорович, значит, который лично видел и смог подтвердить участие в расстрелах Вечера. Это был второй свидетель, прямой, непосредственный. Следователи надеялись, чтобы получить более мягкую меру наказания, Вечер сдаст своих подельников. Однако идейный борец с коммунизмом стоял на своем до последнего и никаких показаний на других карателей не давал. Даже про брачению, который вот его земляк, который давал показания в суде, тот так на него посмотрел, говорит, я-то про тебя тоже знаю, кто-то аж прямо сжался, понимаете. Он давал показания на Вечера, а Вечер посмотрел на него и сказал, что я про тебя тоже знаю, типа ты сволочь такая, ну ни слова не сказал, понимаете. За преступления, у которых нет срока давности, суд приговорил 71-летнего Вячеслава Вечера к высшей мере наказания. В 83-м его расстреляли. Доктор исторических наук Борис Николаевич Ковалев давно и последовательно занимается изучением коллаборационизма времен Великой Отечественной войны. Он один из главных специалистов по этой теме у нас в стране. Кто-то из них работал, платил какие-то налоги. Жизнь была следующая, как мне рассказывали люди, пережившие оккупации. Прожили еще один день. И слава богу. Этим добровольным помощникам еще предстояло доказать свою верность режиму. На начальном этапе им не доверяли оружие. И их руками делали самую грязную работу. В борьбе с партизанами чужих не жалко. Иногда немцам было полезно выставить в роли некого благородного третейского судьи. Это полицай, это каратель, а мы розовые, белые и европейские. А это вы сами перегнули палку на местах. Ну а за что еще население карателей особо ненавидело? Вот, во-первых, свой. А свой мог отлично знать все схроны, куда можно спрятать еду. Мог знать правду о том, что воюет кто-то у тебя из родственников в партизанах или в Красной армии, или нет. Он знал. Ну и сами понимаете, если, условно говоря, вас подставил человек, к которому вы плохо относитесь, можно даже получить немножко удовольствия. Согласно научной классификации профессора Ковалева, тех, кто соглашался на сделку с совестью и принимал решение перейти на сторону врага, условно можно разделить на три категории. Первая – обиженные советской властью. Недаром для трудоустройства на оккупированной территории, на какой-то более-менее теплый пост, самый лучший документ – это справка об освобождении из лагеря. Сидел в лагере, имеешь причину ненавидеть советскую власть. Или информацию о раскулачивании. Или доказательство, что ты бывший. Это как в Новгороде пришел человек наниматься в полицию, показывать свою фотографию в офицерской форме с Георгиевским крестом. Я русский, я царский офицер. Все это я скрывал от большевиков, поскольку я понимал, что за такие вещи меня, как бывшего, репрессируют. Теперь я хочу отомстить большевикам за 24 года унижения, оскорбления, поругания. Третья категория – это те приспособленцы, которые любой ценой хотели остаться при власти. И неважно какой – советской или фашистской. Можно смеяться, плеваться и может даже ругаться, когда смотришь документы старорусской полиции, где на собрании полицейских собираются наказать одного из полицаев за то, что он скрыл, что он был комсомольцем. Полицейский плачет, говорит, что я был плохой комсомолец, я пью, дебошили, хулиганил. Но вот таким образом проявлял нелюбовь к комсомолу и максимально его дискредитировал. Поэтому простите меня, пожалуйста, дяденьки, не выгоняйте меня из полицаев. Мне здесь очень нравится, я очень хочу строить новую Германию, новую Европу, новую Россию, я хочу помогать Адольфу Гитлеру. Командир карательного отряда «Шелонь» Александр Рис, известный под псевдонимом «Харт», то есть «Жестокий», относился к тем, у кого были причины мстить советской власти. Он военный профессионал, он капитан Красной Армии. Раз. Во-вторых, это человек, обиженный советской властью, репрессированный в 1937 году, но затем отпущенный на свободу, кстати, как и маршал Рокоссовский. Однако, сохранивший внутри себя ненависть к той стране, которая вот так вот его жестоко и, давайте называть вещи своими именами, беспричинно наказала. Третье – это национальная составляющая, он из крымских немцев. И само понятие «фольксдойч», для немцев это получается человек первого сорта. Далеко не все совершили такое количество преступлений, убийств с какой-то садистской подоплекой, как сделал этот бывший офицер Красной Армии. Мне кажется, что здесь речь идет в том числе и о каких-то психических отклонениях, потому что все, без исключения каратели, те, кого удалось вычислить, выявить на территории Советского Союза, говоря о нем, говорили о том, что они все его безумно боялись. В архиве КГБ сохранилось агентурное донесение на командира Шелони Риса. Общее впечатление производит неприятное, благодаря свирепому выражению лица. Даже когда улыбается, хочется уйти от него, как бы не попало плеткой, которая у него всегда была в ходу. Жители деревни Скугры и Дно боялись его больше, чем немцев, так как за малейшую провинку он расправлялся своим судом. Рис не только отдавал приказы о казнях, но и сам показывал пример порой животной жестокости. Он бравировал своей хладнокровностью, будто каждый раз пытаясь оправдать взятый им псевдоним Харт. Рис и его банда трусливо избегали встреч с партизанами, но безжалостно расправлялись с мирным населением. Они грабили, насиловали и убивали. Расстреливали без всякого повода всех, кто вызывал подозрения. Рис стремился превратить в пустыню, оккупированные фашистами районы Новгородской и Псковской областей. Он сжег более 50 сел. Каждый раз перед началом акции каратели окружали село и открывали по нему минометный и пулеметный огонь, чтобы никто из жителей не мог уйти. В 43-м году бойцы батальона «Шилонь» были переведены в Данию, где их включили в состав тех самых подразделений, которые должны были охранять датское побережье от предполагаемой высадки союзников. Английских и американских. Но когда война закончилась, абсолютное большинство из них не просто осталось в западной зоне оккупации, а правдами и неправдами попыталось легализоваться на Западе, чтобы избежать наказания на родине. Рис получил американское гражданство. Послевоенная судьба у него достаточно успешна. Он смог легализоваться в Соединенных Штатах Америки. Жил в городе Кливленд, штат Ахайи, это самый север Соединенных Штатов, почти на границе с Канадой. И в начале 70-х годов он погиб, попав под поезд. За годы розыска новгородские чекисты установили фамилии и заграничные адреса более чем 300 карателей Шелони. Но их дела были списаны в архив КГБ. И до сих пор хранятся там под грифом «Совершенно секретно». Тем, кто перебрался в Америку, удалось избежать наказания из-за геополитической обстановки. В то время отношения СССР и США складывались таким образом, что о выдаче преступников советским властям не могло быть и речи. Следы зверских злодеяний фашистских оккупантов на новгородской земле находятся до сих пор. Вот недалеко от Старой Руссы поисковики возобновили работу на территории лагеря военнопленных «ДУЛАК-150». Здесь вот шла железная дорога Старой Руссы в Великий Новгород. Была она до войны и в войну. И, скорее всего, эти военнопленные работали на именно обслуживании этой дороги. Потому что вот мы в бараках нашли очень много инструментов именно для работы на железной дороге. То есть это были и кувалды для забивания костылей, и щипцы для переносок шпал и рельс. А поскольку я так предполагаю, что для забивания костылей нужна была физическая сила, потому что изможденный бы военнопленный, ну, не смог бы поднять бы даже эту кувалду, то, скорее всего, их, ну, и кормили более или менее сносно. Потому что вот мы находили здесь очень много хозяйственных инструментов, много кастрюлей, котелки, котлы. Масштаб трагедии и бесчеловечность, с которой фашисты обращались с красноармейцами, ужасает даже опытных поисковиков. По данным из архивов, смертность в этом лагере достигала 200 человек в сутки. Практически у всех военнопленных отсутствует пулевое ранение на костях. А почти у всех, значит, пробиты черепа, поломанные кости конечностей. Вот, в основном, конечно, черепа поломанная. То есть было видно, что им бьют именно по голове чем-то тяжелым. Вот, у одного военнопленного, значит, была отрублена голова. То есть череп тоже такой раздробленный лежал на лопате, а шейные позвонки шли ниже лопаты. В результате раскопок найдены обугленные части барака. Поисковики предполагают, что немцы, отступая, подожгли лагерь вместе с военнопленными. Таким образом, издевательства закончились массовым убийством. Когда работаешь, то есть, ну, спытаешься представить себя на месте этого человека. Как он принял смерть, что он испытывал. Вот, и вот я был моложе, как бы, я это не так воспринимал. А сейчас вот через призму уже возраста, вот, думаешь, а у него были дети. А он ушел на войну, оставил семью детей. Ушел и вот так вот канул в лету. И никто не знает, где он и что с ним. Как в безвести пропавшим уже отношение другое было у государства. Ну, то есть не герой, да? Да, да, то есть, а вдруг он сдался. А вдруг он там пришел на службу к немцам, там, то есть, чуть ли не враг народа, грубо говоря. Когда в родную деревню Николая Ивановича Якимова вошли оккупанты, ему было 16 лет. Он хорошо помнит, как местное население приспосабливалось жить по новым порядкам, бок о бок с врагом. Соседка послала парня, ему было, может, 16 лет или 15, с молоком в медведь. Ну, надо, скажу, какие-то деньги получать были там, там немецкие марки были там, и в медведя там на эти марки получали кое-какие продукты. Вот парень пошел с бутылками с молоком, а бутылки над нашей деревней пролетел самолет и много сбросил листовок очень, которые агитировали против немецких властей. Вот, эти листовки, значит, подбирали, читали, а мать эти листовки и бутылки заткнула этим пробками молоко, бутылки. И парень снес их в медведь, а там эти листовки стали население читать, и неизвестно, как он исчез. Ну, конечно, расстреляя его, наверное, с полиции агитатора против немецкой власти. Чтобы побороть немецкую власть, 16-летний Коля отправляется в партизанский отряд. Теплое время, конечно, жили там сосны такие вековые были. Вот ветки до земли отпущены у них, а там как шалаш получался. Там выпиливали часть этих веточек, и в этом шалаше мы жили. Там можно огонечек развести было, и картошечку спечь, там что-то такое, все прочее. Из самолета невиданного огня, чтобы могли самолеты заметить, это все дело огни. Юным партизанам доверяли подрыв мостов и разрушение линий телефонной связи. Подрывников охранять с пулеметом, чтобы сипавятся немцы, для того, чтобы подрывников, короче, защитить от немцев. Ну вот такие случаи, подрывной деятельности. Мы молодежь, конечно, были. Может, нам такие задания больше и не давали. Были партизаны по 50 лет, три раза старше нас были. Мы же стариками называли уже. Партизанский отряд, в котором служил Николай Иванович, успешно вел свою деятельность, в том числе и благодаря тому, что их покрывал местный староста. Мы, когда ушли в партизаны, староста, собственно говоря, ну так это под видом, как будто ничего не знали, и староста не сообщал. А если бы полица ему это узнали, бы сообщили бы в кандидатуру в «Медведь», могли бы родственников отца с матерью, могли бы, короче говоря, бывало то, что и расстреливали. Разрезая свой фирменный пирог с селедкой, Лидия Ивановна вспоминает 917 дней оккупации, которые она пережила в Старой Руси, будучи 12-летней девчонкой. За это время было все – и страх, и унижение, и чувство бесконечного голода. Никогда не хотелось всю войнушить. Чего ты хочешь? Конфетки там, или мороженого. Эти мы все-таки в Руси до войны жили. Здесь, наверное, лет 5 мы жили в Руси до войны. Мороженое, потому что я страшно как любила. А только была одна мысль – что поесть? Что поесть? Не как, чтобы чем, но хоть бы что бы найти поесть. Долгое время она прожила в одном доме с немцами, которые по отношению к оккупантам вели себя как хозяева. Они приедут ночью, утром встают уже все набреты и намыты, и все. Вот как отдыхают. Ну, что ж, ходили по их кухням, собирали объедки. Солдаты же не только по кухням, а по баракам. Бережка, а столько вот мы ходили, я, была у меня подружка такая, Надя, вот мы с ней молоко право носили. И была у нас мальчишечка, ее братик родной Вовка. Там, наверное, годика четыре было. Вот немцы с барака-то вынесут, все ему сливали. Такой пузырек стоял с нами рядом. Вот так вот питались. Когда заканчивались объедки с хозяйского стола, дети отправлялись в конюшню. Они же же едят лошади, дают там мне ведерки. Вот я собираю этот овес, принесу домой, помоем в воде. И нажарим то, кофе делали, а то делали на муку, мололи. И потом то, а свеклы красные добавляли, лепешки такие пекли. Жить-то надо было чем-то. Да вот объедки принесу, они, у них суп густой, разведем еще это кипятком, прокипятим. На всю семью хватало, все поедим. С 43-го по 44-й Лидия Ивановна жила в соседнем районе. Когда вернулась в Старую Руссу, поняла, что от города осталась только земля и камни. Ничего не было. Стояла башня посредине. Там все везде было, все улицы, там же были китвичные дома, центр города. Ну, все разбит. Ну, как вы думаете, если 40 снарядов Катюша сразу выпалит одновременно, что здесь остается? Земля горела. В старом альбоме фотографии семьи Лидии Ивановны еще в довоенное время. Большинство снимков были сделаны в знаменитом на весь город фотоателье Быково. Когда пришли оккупанты, фотограф быстро сориентировался, как можно использовать архив негативов, чтобы выслужиться перед новой властью. Только слышала разговоры от взрослых. Меняли партийные билеты перед войной. Он всех коммунистов фотографировал. И он все эти документы отдал немцам. Кто-то вот терпит, и сейчас же в жизни всякое бывает. Ну, а кому-то хочется выслужиться, кто-то главой быть. Думали, что навеки, как они же считали, некоторые взрослые, что немцы навеки пришли сюда. Ну, и сразу переселились к нему. В музее Старой Руссы сохранился уникальный документ, фронтовое письмо одного из жителей города, в котором упоминается факт предательства фотографа. Это письмо перепечатано и вошло в состав сборника письма огненных лет. И поэтому я зачитаю фрагмент из него. Николай Константинович пишет. Как мне было тяжело, больно, когда я узнал, что и у нас в Руссе были сволочи. Быков, фотограф, сейчас у немцев бургомистром города. Жуковский, который работал у нас, сейчас его помощник. Невский, бухгалтер Лен Облторга, тоже помощник Быкова. Кют, бухгалтер Гортопа, тоже работает у немцев. Не будет нас. Вы отомстите этим сволочам. Вместе с научным сотрудником музея Аси Федоровной мы отправляемся на экскурсию по Старой Руси. Она ведет нас по тем местам, которые стали знаковыми в годы оккупации. Так, первым делом, немецкое командование облюбовало старорусский курорт, известный на всю страну еще с царских времен. Красивый парк с вековыми деревьями, минеральные источники. Ничем не хуже немецкого Баден-Бадена. Безусловно, оставшиеся помещения на территории курорта немецкое командование использовало для размещения своих офицеров. Именно здесь же, на этой территории курортного парка размещалось немецкое офицерское кладбище. То есть вот самые элитные места, самые знаковые, самые яркие, практически во всех регионах оккупации фашистами использовались как утверждение собственного господства. Они занимали все лучшее и там как бы воспевали себе такую вот своеобразную славу. В августе 41-го немецкие войска стали полноправными хозяевами старой русы. Город имел большое значение для них, поскольку являлся выгодным плацдармом для блокирования Ленинграда на его дальних подступах. На территории самого города печально известное объявление с устрашающими текстами, смысл которых при плохом переводе на русский язык был один. Расстреляем без всякого разговора или накажем смертью. Были и объявления, которые дискриминировали русское население, вот местное население. Например, на одном из немецких объявлений было написано, вода только для немецких солдат. Русские берут воду в другой стороне. Вот такие вещи, они были характерны для оккупантов. Унизить, уничтожить все, что было ценно, значимо для местного населения, потому что для них это просто рабская сила, которая может быть использована. И разрешение уничтожать эту силу, если она проявляет сопротивление, оно практически было получено уже в сентябре 41-го года. Один из самых страшных эпизодов в годы оккупации расправа над 30-ю военнопленными, которые были захвачены в результате наступления в январе 42-го. Фашисты изуверским способом решили их умертвить. На окраине города, в здании бензохранилища, это каменный мешок настоящий, наполовину врытый в землю, были доставлены наши красноармейцы полураздетыми, то есть в гимнастерках, в сапогах. А морозы как раз январь 42-го, здесь были страшные, лютая зима, минус 30, минус 50. Их подвели к этому зданию, прикладами оружия затолкали в это бензохранилище, вход заложили двумя рядами кирпича и заживо замуровали наших фронтовиков. Они, конечно, надеялись на то, что люди будут просить пощады, потому что смерть мучительная и долгая. Но, тем не менее, они не услышали таких слов. Наши фронтовики предпочли смерть немецкому плену. Установив новый порядок, оккупанты приступили к массовому истреблению населения. За любое противодействие представителям новой власти или даже за намерение оказать его, человека ожидала смертная казнь. У каждого немецкого солдата была памятка, в которой командование напоминало убивай всякого русского, советского. Не останавливайся, даже если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. По обе стороны улицы в довоенные годы были могучи, росли липы с обеих сторон. И фашисты не удосуживали здесь даже строить виселицы. И на толстых стволах этих деревьев можно было увидеть тела повешенных красноармейцев, подпольщиков, партизан и гражданского населения, которое подозревалось в помощи тем людям, которые оказывали сопротивление здесь, в оккупированном городе. За один день можно было насчитать до 25 трупов, иногда и более. Вот до конца этой улицы практически, а там шли продолжения столбов, и на столбах раскачивались тела повешенных. В цели устрашения фашисты иногда не разрешали снимать эти тела для захоронения в течение нескольких дней. В этом здании в годы оккупации располагалась военная комендатура. В подвальном помещении, скорее всего, находились застенки, своеобразная пыточная. По воспоминаниям местных жителей, оттуда периодически слышались крики. Безусловно, в это здание могли приходить и те, кого мы называем пособниками оккупантов. Тот же бургомистр города Василий Быков или начальник полиции Александр Кют. Они действительно приносили в комендатуру списки, отчеты, и проводилась вот та самая работа, которую можно было бы назвать под общим именем массовый террор и истребление населения, местного населения, и, конечно же, угон фашистскую Германию. Сам Быков подтверждал в допросах в последующем о том, что он лично составлял списки и отправил на принудительные работы в Германию около трех тысяч старорусцев. Безусловно, для немецкого командования фотограф Быков был ценной кадровой единицей. В его руках, конечно же, находились и негативы, и фотографии, и адреса. Он, безусловно, знал и партийное, и комсомольское руководство, общественников города. И поэтому, когда речь пошла о предоставлении подобных списков на истребление этих людей, его услуги были просто высоко оценены. И, кстати, ему очень нравилось выполнять подобную работу. Он здесь почувствовал себя личностью. Фотограф был уверен, свои персональные амбиции можно реализовать ценой предательства. Он спокойно жил, работал. И единственное, что его, так сказать, несколько ущемляло в его понимании, это выплата налогов. Потому что он был фотографом, что называется, одиночкой. И по этому поводу ему даже пришлось вступить в артель, чтобы платить поменьше налогов. Конечно же, сейчас он получил такие возможности. Он почувствовал, что судьбы многих людей в его руках. Что многие из тех, кто остался под оккупантами, подобострастно сносятся к нему. И те, кто был у него в подчинении, это его поднимало, безусловно, в собственных глазах. В отличие от тех коллаборационистов, которые успели легализоваться на Западе, бургомистру Быкову не удалось избежать наказания. К расследованию его дела приступили в 44-м. Суд приговорил его к высшей мере наказания – расстрелу. Массовые убийства в Жестяной горке, на реке Полисть, зверства в Старой Руси – это преступления, совершенные по приказам немецкого командования и руками предателей, изменников Родины. У них нет срока давности. А возмездие неизбежно, даже если приговор будет озвучен не трибуналом, а на высшем суде. Первой в мире страной, осудившей нацистов и их пособников, стал Советский Союз. Новгородский открытый суд над немецкими военными преступниками 1947 года стал последним в России.